Дорогие коллеги, добрый пятничный вечер! Я очень рада, что сегодня вы нашли время и пришли сегодня разделить этот пятничный вечер с нами и с большой пользой. Мы сегодня пригласили нашего замечательного друга, ученого с большой буквы, Алексея Олеговича Кокорина. Прошу любить и жаловать. Я дам вам трубку. Сегодня у нас Эко-кафе. Эко-кафе проходит в рамках проекта, который называется «Устойчивость молодежи к изменению климата» или «Джешил климат». Этот проект поддержан Европейским Союзом, финансируется, реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. Основным партнером является Норвежское общество охраны окружающей среды. Это организация, которая была создана в 1913 году. Представляете, да? То есть больше 100 лет имеет огромный колоссальный опыт работы в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, партнером этого проекта является ВВФ России. И Алексей Олегович как раз и работает много лет в рамках этой организации, то есть ВВФ России. Два местных партнера этого проекта – это «Экологическое движение Биом» и я, Анна Кириленко, представляю здесь «Экологическое движение Биома». У нас здесь замечательная команда. Владимир Каратенко, председатель совета, Михаил Яковлев, Зоя, наш эксперт и так далее, Джамиля. И второй наш локальный партнер – это «Глобальное локальное информационное партнерство». Это партнер, который работает в регионах. Собственно, формат сегодняшней нашей встречи, он такой, что называется, без галстуков. То есть мы с вами хотели встретиться в такой непринужденной, достаточно приятной обстановке и обсудить вопросы, связанные с изменением климата. И, собственно, такой формат, он не случайный, потому что зачастую, когда речь идет об изменении климата, вы знаете, вокруг этого столько такой серьезности и даже чуть-чуть пафоса, поэтому мы хотели уйти от этих форматов и поговорить, что называется начистоту, а с чем связаны изменения климата, и задать те самые вопросы, которые часто не удается задать эксперту, и получить на них обоснованные научно подкрепленные ответы. Так что также часто не удается. То есть давайте мы нашу сегодняшнюю эко-кафе или нашу сегодняшнюю встречу посвятим тому, что попытаемся сформировать у себя в голове как раз представление об этом самом сложном объекте, что такое изменение климата, с чем его едят, и самое главное, как о нем говорить с людьми, да, как о нем говорить людям. И вот сегодня нам действительно повезло, потому что мы получим информацию, что называется, из первых рук. И знаете, когда, ну вот я тоже строила свое понимание, да, по вопросам, связанным с изменением климата, это, конечно, лекции, записи Алексея Олеговича для меня были базой, потому что это и есть наука, да. Алексей Олегович, возможно, многие из вас слышали такое загадочное слово, как IPCC, да. То есть это межправительственная группа экспертов по изменению климата, да. То есть и вот те продукты, которые готовит IPCC, это и есть, что называется, библия, да, всего того, что связано с климатом, да, и с теми процессами, которые там происходят. Алексей Олегович работает в рамках IPCC и в составе экспертной группы был удостоен Нобелевской премии. То есть на сегодняшний день это эксперт высочайшего класса, с которым у нас есть возможность поговорить без галстуков, да. И мне кажется, это замечательная возможность. Давайте используем ее. Я на этом не буду забирать много времени, да, и с удовольствием передам слово Алексею Олеговичу. Большое спасибо, что пригласили. Вот, еще отдельное спасибо за... Еще большое спасибо за прекрасные фотографии 15-летней давности, а может быть и 20-ти. Никакой седины, ну да. Все прекрасно. Да, ну, как следует из вступления Анны. Вот тут надо поставить лауреат одной шеститысячной, потому что премию получила организация. Я участвовал в этом с 87-го года, и вот за 20-летний труд в 2007-м году премию мира организации получила. Сразу говорят, а где деньги? Вам деньги дали? Нет, напечатали несколько тысяч очень красивых плакатов от И, где написано все как сертификат. Ну, плюс официальное письмо, там, подпись печати, естественно. И, да, нет, уже IPCC. Ну, то есть это документ, который можно предъявить, повесить на стену, на стол. То есть это все хорошо. Немножко я поправлю. Значит, я действительно, я уже не директор программы климата и энергетика, а директор климатической программы. И работаю уже на полставке, как пенсионер. Но и работаю не только на ВВФ России, а еще и на центрально-азиатскую программу ВВФ. Она существует, она молодая. Есть офис в Алматы, тут недалеко. Она как бы на пять стран, но проекты сейчас в основном начали с Казахстана, Кыргызстан тоже есть. Вот сюда обещали прийти Фаида Болбакова и Азат Аламанов, если знаете, они едут из Зайсекуля. Вот, они активно работают, да. Ну, и я думаю, что те полставки ВВФ, которые вот мне доверены, это будет пополам центрально-азиатская программа. И ВВФ России, поэтому меня можно представлять, и, наверное, даже правильнее, как центрально-азиатская программа, потому что именно в рамках этой работы я здесь и очутился. Вот 10 вопросов. Конечно, я не буду читать текст, я скорее буду его комментировать, вспоминая всякие злободневные и часто очень едкие вопросы СМИ, и как на них можно очень кратко, но ответить. Эти 10 вопросов, они нацелены на то, чтобы понять самое сложное, почему это происходит, физику этого дела. Она очень непроста, да. Экономику и прочее понять проще. Вот. И то, как это лучше подносить, как лучше обходить те подводные камни, или даже не обходить, а перепрыгивать их, преодолевать. В качестве 11 вопроса можно потом поговорить про Парижское соглашение, действия стран, прочее, прочее, то есть уже такой экономический срез. Значит, очень актуальный вопрос к СМИ. А что, собственно говоря, мы так переживаем, что климат меняется? Ведь было, когда было намного-намного теплей. Ответ – да, конечно, было. Но времена динозавров было 10 градусов теплее, чем сейчас. Тут имеется приземный слой атмосферы. Да, ну было, безусловно. Почему? А потому что сейчас у нас есть белая Антарктида и белая полярная шапка. А тогда, ведь континенты постоянно движутся. Наверное, это не новость для... Очень медленно, чуть побыстрее, чуть помедленнее, да. И тогда была такая ситуация, что все они где-то были у экватора. Все. Но ничто не отражало солнечный свет обратно. 10 градусов теплей. Так, сейчас, понятно, такого быть не может. На это, говорят, особо продвинутые. Так нет, не на 10, а градусов на 35. Потому что в Гренландии и у нас в Арктике, в России, отпечатки тропических растений чуть ли не на полюсе. Ну да, правильно. Но просто этот кусочек суши Гренландии был где-то в районе каких-то Канарских островов. То есть 10 потепления плюс 25 вот этой разницы. Вот вам 35. То есть никогда не было, ну, в ближайшие, по крайней мере, полмиллиарда лет, миллиарда теплее, чем, ну, какие-то годы могло быть 12-15, но никаких 35 не может быть и речи. Вот. Сейчас же у нас континенты стоят так. Это другой контекст. Еще говорят, а вот я читал, что сейчас самые быстрые изменения климата. А вроде это не так. Да, действительно, не самые быстрые. А еще говорят, вот было же, и быстро менялось, и ничего. И ответ такой, да было, но очень даже было чего. То есть быстрые изменения климата, они связаны исключительно с извержениями вулканов. Причем не с каким-нибудь, а которые вот так вот столбом в стратосферу и окутывают всю Землю. И тогда становится немного холоднее, но главное, осадки определяются. Где-то кисло льют дожди, нет урожая, где-то вообще ноль осадков, нет урожая. А если, скажем, ну, это очень быстро. Пыль оседает, ну, грубо говоря, условно пыль, буквально за год обычно, иногда за два. Но, конечно, бывали случаи в истории Земли и человечества, когда три подряд, например, в VI веке, в VI веке, три подряд в Индонезии сильнейших свержениях, и очень даже чего случилось. 70% жителей Византии умерло от голода и от чумы. Почему чумы? Когда голод, неурожай тотальный, они стали завозить зерно, еду откуда угодно. Грубо говоря, потеряли санитарный контроль, бдительность, пришла чума, крыса с чумой. Одновременно, нет, все-таки из Дельты Нила. Одновременно одна из цивилизаций на территории Ирана просто погибла, поскольку она ослабла от неурожая в течение, полных неурожая в течение лет шести. И тут же окружающие цивилизации, конечно, скушали. Ну, понятно, так? То есть, да, это было, но мы-то живем здесь и сейчас, и мы понимаем и знаем, что климат меняется сейчас по другой причине. По другой, потому что человек усилил парниковый эффект, и ученые говорят, что, утверждают однозначно, что если мы будем брать эффект за 50 или 100 лет, то главный человек, а солнце, вулканы и прочее, прочее, вторично. К этому вопросу мы еще вернемся, почему так. А сейчас давайте второй вопрос. А чем климат отличается от погоды? Собственно, о чем мы говорим? Вот погода – это гробовая одежда, которая сейчас вот на мне одета, и зонтик, который я взял с собой. А климат – это набор погод как минимум за 10 лет. То есть, это надо соединить, все это вместе взять. Образно говоря, погода – это состав моего гардероба. Что должно быть? И я должен реагировать на это, зная прогноз погоды. Если я, например, знаю, жары будет больше, чаще будет жара, но и морозы будут иже, но столь же сильные, как и раньше. Это универсальный некий прогноз. Я говорю в основном на контекст России, когда вторжение арктического воздуха. Но ведь может добивать и до Ташкента, и вот в этом году. Помните, да? Что из этого следует? Практическое приложение. Зимние одежды дорогую покупать не надо. Купить какой-нибудь балахон, под который я в случае 20-30 градусных морозов, или какой уж, у кого какой холод, подденутые флисовки. И ничего, это будут форс-мажорные обстоятельства, но я не потрачу денег, да? Это вот результат, так? Но смотрите, что еще. Человек действительно усилил парниковый эффект. Совсем немножко, всего на 3%. Ой, извините, на 5%. На 5%. А вот если любую сложную систему, какое-то небольшое изменение, грубо говоря, толкнуть ее, да? Что она будет делать? Она может немножко сдвинуться, грузовик, да? А вот раскачать ее гораздо легче. И вот человечество лишь чуть-чуть сдвинуло климатическую систему, чуть-чуть, а раскачало прилично. И поэтому, обранному выражению академика Обухова, это в 1985 году он был директором Института физики атмосферы Советского Союза, говорит, климат будет не сколько теплее, сколько более нервным. Будет сильнее вторжение воздушных масс, ну, он говорил, для европейской части России, вот так и вот так. Вот это все останется так же, а вот так и вот так. Соответственно, будет шарахать от тепла в холод и обратно, да? Она будет более неустойчивой, но не так вот плавное потепление, а что-то вот такое вот, с большим размахом. И тут же возникает вопрос, вы погоду не можете предсказать нормально на 7 дней, ну, исключая какие-то места типа Якутии. Антициклон пришел, все, он встал на полтора месяца. Или улан-батора. Вы на 5 дней не можете толком нам сказать, а рассуждаете о прогнозе климата на 50 лет вперед, да? Как так? Ну, что мы сказать? Это просто физически разные вещи, вот разные вещи. Вот такой, может быть, тоже образный пример. Вот прогноз погоды, это если я возьму, или кто-то будет стрелять в мишень на расстоянии, скажем, 500 метров. Там и ветер мешает, и листья деревьев, и руки дрожат. То попадаю, то не попадаю. Это прогноз погоды. И может быть, никогда, каким бы я ни был хорошим стрелком и прекрасное оружие, ветер и листочки никогда не дадут попадать точнее в цель, чем прогноз погоды на 5 дней. Никогда. Это, в принципе, невозможно. Но если я буду стрелять в эту мишень 10 тысяч раз, очень-очень много, я пойму, ага, ну и как бы условно расстояние зависит от времени. Я вижу, что чем я дальше отодвигаю, у меня не вот так вот облако моих дырок, да? А оно, скажем, вот сюда и еще вот такое вот. То есть я вижу смещение этого облака. Я не научился стрелять лучше, так? Но я могу точно сказать так, сместиться примерно настолько. Вот диапазон неопределенности. И вот тут тоже расширится. Вот вас в жару будут бросать, а вот тут в холод, который такой, как же был, просто эжи, но он тоже будет. Вот такая вот разница. Поэтому, когда мы говорим о климате, всегда нужен какой-то период. Надо 10 тысяч раз, грубо говоря, настрелять. Поэтому ученые всегда говорят о каком-то периоде. Если вы говорите к 2100 году где-то, это означает, что имеется в виду последние 20 лет. Ну или, может быть, кто-то имеет в виду последние 10 лет. Но никак не меньше. В никаком конкретном годе речь не идет и идти не может. Перейдем к третьему вопросу. А это вообще доказано, что человек повлиял на климат? Это вот где? Да, доказано однозначно. И в тех же докладах МГЕИК там все с определенной вероятностью. Вот ставили 99 процентов. Сейчас уже что-то типа 99,9. Я скажу, почему 100 не может быть никогда. И там как бы анакивокировал. То есть без всяких и кивоков и прочее, прочее. На чем это основано? Это основано, прежде всего, не на гипотезе, не на модельных расчетах, а на экспериментальных данных. Строго на экспериментальных данных. Какие они? Первые экспериментальные данные, подтверждающие, что глобальное потепление есть. Это совсем не термометр у нас за окошком. А это экспериментально подтвержденное потепление сотен метров всех океанов одновременно. Легко понять, что теплоемкость воды и теплоемкость воздуха абсолютно разные. Это значит, что появилось гораздо больше энергии в климатической системе. Ну, конечно, есть места в Мировом океане, где, наоборот, похолодание. И это понятно с физической точки зрения. Так реагирует течение. Есть места, по-прежнему, белые пятна, особенно в Тихом океане. Они маленькие. Они уже не могут играть, не могут менять выводов. То есть это экспериментальный факт. Надо сказать, он не так давно появился. Где-то в районе только 2010 года столько набрали разрезов и сравнили измерения 2000 года, 2010. Так, хотя бы две точки. Понятно, что у нас в Северной Атлантике этих точек там немерено, как и в Тихом океане. А где-то в Южном океане, вокруг Антарктиды. Поэтому такой утвердительный вывод, он сделан был только буквально, ну, не больше 15 лет назад. Но это факт. Теперь второе, что мы имеем. Мы имеем экспериментальные изменения химического состава атмосферы. В частности, СО2 и метана. Это два главных газа, концентрация которых растет. Причем растет она вот так вот ровненько. Ровненько-ровненько. Это сезонный ход. Ну, лето, зима, лето, зима. В Северном полушарии больше, грубо говоря, экосистем, да? Поэтому по-разному. Так-то у нас зима в Южном и Северном полушарии симметричны, но больше в Северном полушарии биоты, поэтому она дышит. Вот такой ровненький ход. И что из этого следует? Во-первых, это экспериментальный факт. Во-вторых, что это не как с температурой, так-так, а потом вот так вот. То есть получается, что естественный ход дыхания биоты, слава богу, никто не вывел из равновесия. Это очень-очень хорошо. Это прекрасный вывод. То есть мы еще не настолько пнули глобальную экосистему, скажем, земного шара. Это тоже ответ на вопрос. И что все уже пошло в ракнос? Нет, не пошло. Не пошло. И, ну, наверное, да уже. А потом, это же пятнами. Мы же говорим об всем земном шаре. А если говорить какой-то пятнами, там гораздо хуже. И третий, очень важная вещь. Изотопный состав СО2 и метана изменился. Изотопный анализ, как вы знаете, это абсолютно неопровержимое доказательство. И он показывает, что этот рост на 80-90% по СО2. А СО2 дает главный эффект. Ну, порядка 75-80%, там, как посчитать. Это из зажигания ископаемого топлива. Из-за того, что оно пролежало под землей столько миллионов лет, там не подвергалось воздействию космических лучей. Там все абсолютно чисто по физике. И это неопровержимо. То есть это из-за этого. Но остальное связывают, прежде всего, со сведением лесов в тропических странах, совершенно варварских. Но главная львиная доля – это уголь, нефтепродукты, газ. И вишенка на торте. И русский драмет очень эту вишенку любит. И публикует красивейшие картинки. Да, парниковый эффект, конечно, хорошо изученное уже явление. Там довольно много сложных обратных связей. Например, стало потеплее – больше испоения, больше водяного пара. А водяной пар – тоже парниковый газ. Это все учитывается. Там масса или мерзлота в России тает, и в Канаде тает. Идет тоже некий поток. Это тоже там учитывается. То есть масса-масса всяких вещей. Но в целом он изучен хорошо. Поэтому пытаться опровергать, что там что-то не так, а вишенка такая. Если у вас пленка стала толще, вы усилили парниковый эффект, у вас под пленкой будет теплей. А над пленкой? Правильно. И поэтому стратосфера и розгидрометы, вот эти красивые картинки, они много делают разрезов с зондами, с ракетами. Вот тут у них красно, тут у них синие. Говорят, ну вот с этим-то вы не будете, наверное, спорить. И дадите нам деньги на исследование. И вот сейчас сказали, что на 90-е, да, на 70-е проценты, на вас газ, уголь, нефть и так далее. А тогда, получается, в любом случае, человеку нужно просто перестать ископаемым топливом пользоваться. Как топливом, да, как топливом. Преходим на возобновляемые источники энергии. Какой выход еще вообще, для того, чтобы эту ситуацию смягчить? Ну, тут зависимость от страны. В Европе, говорят, возобновляемые, в России очень любят низкоуглеродные, поскольку атом и гидроэнергия. Ну, гидроэнергия возобновляемая, но часто так выйдет в природе. Ну, тут зависит от какая. Горный агэс более-менее ничего, а гэс на Волге, ну, посмотрите, что с этим произошло, да. Вот, да, конечно, да, безусловно. И энергетически все возможности у человечества есть. И плюс сажать леса, вот это, наверное, главная вещь. Безусловно. Даже в чем сажать, ну, хотя бы сначала восстановить то, что было. Это вещь очевидная, ну, все, более того, леса, они, ну, они приятны нужны. Только давайте следующий вопрос. Ну, дело в том, что в последнее время об этом освещают тоже неоднократно, что те аккумуляторы, которые используются для аккумулирования этой энергии, все-таки добыча вот этих вот материалов, он все-таки трудозатратен, энергозатратен. И получается, то, что мы тратим, то и происходит. Вот где вот этот вот баланс в этом? Да, да. Ну, этому посвящено немало работ. Можно посмотреть доклады Международной ассоциации возобновляемой энергетики. Да, это ничто не есть идеальное средство. Ничто. Но выигрыш все равно довольно большой. Выигрыш большой. Хотя тоже тут свои. И солнце, и ветер можно использовать. То есть, грубо говоря, ко всему надо прилагать голову. Но если считать просто по энергии, то все равно выигрыш большой. Но они стопроцентные. Гидроэнергия тоже. А постойте, сколько цемента и всего пошло? Так? Атом. Да, когда она работает, все чистенько, красивенько. А пока построили, а пока уран добывали. Но, тем не менее, однозначное мнение, скажем, Международного энергетического агентства, что все это можно сделать и выйти на уровень, ну, пусть не стопроцентно безуглеродный, но уже... Ведь смотрите, а куда девается СО2-то? И метан. Ну, метан разлагается в атмосфере. СО2 нет. Его поглощает океан и наземные экосистемы. Сейчас они поглощают где-то примерно половину. 55 процентов. То есть они способны поглотить, только они не успевают поглотить то количество, которое мы выбрасываем. Так? Если оно сильно снизится, так будут успевать. То есть тут, когда говорится там zero, нет zero, это условный ноль, это такой антировочный ноль. Не имеется в виду. Не понимаете это буквально? Можно уточнить этот момент? Вы говорили про 100 процентов, никогда нельзя говорить 100 процентов. А, сейчас скажу. Пожалуйста. А вот было 540, ой, 34, 536, 540 год, три сильнейших извержения вулкана в Индонезии. То есть в начале нашей эры, да? 500-х ждут. Ну да, да, нашей эры, как раз, когда пророк Мухаммед начал свою деятельность. А слабла Византия, легче было потом завоевать Египет, да? Так уж к слову. А вот после Наполеоновских войн тоже было, как из пулемета, несколько. И в Европе не было лета, несколько лет, не урожаи. Да, не было такой голода, поскольку уже умели подвозить, запасать, не до такой степени, да? Что люди говорили? Это кара за бесчинство Бонапарта. А оказалось, это кара через посредство трех вулканов, да? Вот и сейчас никто не может гарантировать, что в течение какого-то десятилетия будут сильные извержения вулканов подряд. Да, они не будут немедленно, потому что это вулканологи могут более-менее предсказывать, да? Ну а может в 60-е годы они будут штук пять. Тогда, конечно, будет вот так, но потом-то все вернется на круги своя. То есть неопределенность связана прежде всего с вулканами. Солнце все-таки это те или иные циклы, 11-летний цикл, конечно, влияет, так? Поэтому вывод какой? Когда мы говорим о конкретном годе, мы должны смотреть на естественные факторы. Есть ли извержения, как у нас с Солнцем, как у нас с океанскими вариациями. Вот сейчас в Тихом океане фаза так называемая ланиния переходит в эльнинию. Поэтому я твердо могу сказать, средняя по планете температура 23-го года будет выше 22-го. Просто в одной фазе тепло идет туда, в другой фазе идет туда. Так? Конкретный год. Десятилетие. Тоже какой будет расклад? Может быть 50-50. Антропогенный тренд и естественный. А может быть как-то иначе. Но если осреднить за 50 лет, солнце туда-сюда, океаны туда-сюда, то есть циклический, плюс-минус, плюс-минус. Вулканы только вниз, но краткосрочно. Вот. Вот поэтому, когда говорится, изменение климата из-за человека, это применимо только к периоду не меньше 50 лет. Иначе это, ну, иначе это немножко, так сказать, искажение того, что есть. Да, это сложно объяснить, да. Более того, вот мы говорим о опасных явлениях. Сильный снегопад, чаще волны жары. Это естественное или антропогенное? И вот и получается, что само явление, конечно, естественное. Оно всегда было. А вот то, что оно стало чаще и сильнее, это наше. Если кто помнит простоквашина, да, вот корова их, а теленок, который от нее родился, это уже, да, и молоко от нее, и теленок, там же сколько было споров, а это уже, да. То есть, то есть человек, раскачка в чем? В усилении опасных явлений, которые естественные, но усилились, участились, благодаря вот этому толчку. Добрый день, меня зовут Злата Тетель. Я немножко опоздала, прошу прощения. Я услышала про то, что средняя температура океанов, как я понимаю, она повышается. То есть, можно ли предположить в теории, что вот это повышение, его можно использовать, это же энергия, тепловая энергия, и если ее, найти способ ее, как бы извлекать, то тогда средняя температура может понижаться? Ну, это не столь большое повышение. Потом, чтобы получить из чего-то энергию, должна быть разница температур. Вот есть тепловой насос, так называемый, да, и прочее, и прочее. Нет, об этом речь не идет, это не те количество. Спасибо. Алексей Олегович, вам известно, что все равно в мире существует еще большая куча скептиков, и вот недавно попалось нам с коллегой их видео, и вот довольно-таки, оно было продолжительное и довольно-таки обоснованное. И вот один из... А, да, самое главное, такой критерий, это 2,3 миллиона просмотров. Вот это очень важно. И один из аргументов, который меня заинтересовал о причинах все-таки естественного потепления климата, это тепло Земли, которое через тектонические разломы нагревает океан, выбрасывается большое количество газов и так далее, и так далее. Вот хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу. Это не мое мнение, это результаты, опять же, прямых измерений, не я мерил. Любой поток тепла можно померить, особенно, когда ты знаешь вот этот разлом на океанском дне, а если это еще вот у вас вулкан стоит, взял и померил, есть соответствующие приборы, это мало. Это мало. Нет, много миллиардов что-то лет назад оно было, сейчас это мало. Там, знаете, продолжением было еще сказано, что именно вот эти тектонические разломы, они находятся под льдами Арктики и Антарктики, и как раз таки они являются главной причиной вот этого быстрого интенсивного таяния вот этих ледяных шапок. Ерунда. Ерунда. Потому что вот со дна температуру можно померить воды, да, и у нас получается более теплая вода приходит из Атлантики, и вот верхний слой теплой воды. Дальше холодно, 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 и где-то, может быть, у дна чуть-чуть теплей, но между этим и этим сотни метров такой же холодной воды, как и была. Никак. А Атлантика почему? Чуть приходит теплая вода, чуть-чуть более теплая, из Атлантики прежде всего. У вас вместо льда в каком-то месте, вместо белого льда со снегом, темная вода, она поглощает солнечный свет, а это отражается, да. Соответственно, стало еще чуть-чуть теплей. Еще теплей, еще подтаяло, и обратная связь. Поехали, да. Вторая обратная связь. Больше воды, больше испарения, больше облаков, больше облаков, ночью теплее. Ночью теплее и так далее. Есть еще парочка, но это самые главные. У меня уже два, еще два вопроса попутно. Можно я быстренько задам? Ну, понятно, что наибольший вклад в парниковый эффект вносит водяной пар, да, порядка 30 градусов на его долю приходится. А ведь, получается... Ну, только не 30, поменьше. Ну, да, да, да. Ну, много, много, много. Да, и получается, мы же не способны подействовать. Это просто я вопросы из, как бы, аудитории задаю частично. То есть мы же не способны изменить состав а водяного пара в атмосфере мы способны подействовать только на наши парниковые газы, которые выделяем. Вот как вот, допустим, на этот вопрос можно было бы ответить, что вот такое большое воздействие от воды и такое маленькое от человека. И мы пытаемся это как-то скорректировать, ну, вот этими различными методами по митигации. Да, действительно, водяного пара становится больше, но не настолько больше, как можно себе представить. потому что вот вода испарилась, и дальше она во что превратилась? В капельки, в облака. А это уже разные вещи. Вот парниковый эффект только именно газовая фаза. Так? То есть это не то же самое. Да, учтено, безусловно. То есть там в парниковом эффекте есть обратные связи. И самая мощная так называемая связь планка, это то, что чем теплее какое-то тело, тем больше оно отдает тепла. То есть земля теплее, но она больше и имитирует инфракрасного течения, она уходит туда. Второе, это то, что вот вы назвали с водяным паром. Есть еще связанные с облаками, с вертикальным профилем. Это довольно сложное дело, которое вот в докладах, обзорах IPCC, вот это проработано достаточно хорошо. То есть это безусловно учитывается. И последний вопрос обещаю. Почему все-таки Антарктика все-таки не нагревается? Все-таки температура стабильная, местами даже понижается. Она белая и отражает солнечный свет. А чем Арктика отличается тогда? Там сильно сократилось. В Арктике ледовый покров, да, белый. Ну, в Гейнландии, это мы все понимаем. Ледовый покров, площадь льдов сильно уменьшилась, и оно поглощает. Сколько бы Антарктика не разрушались льды или как-то уменьшались, оно все белое и прекрасно отражает солнечный свет обратно. Красим Землю в белый цвет. Ну, море не покрасишь в белый свет. Давайте я по следам этих вопросов скажу все-таки. Вот прогревается, конечно, мировой океан, но шансов и парниковый эффект так, чтобы превратиться в Венеру или во что-то такое, то есть планете погибнуть, ну, это невозможно. Это очень далеки от этого. То есть это никакой вариант тут, никакой вариант быть тут не может. Ну, и раз уж зашел вопрос о разных воздействиях человека, то вообще-то, кроме усиления парникового эффекта и парникового газа, еще человек работает как небольшой, но постоянно действующий вулкан. Мы постоянно загрязняем атмосферу продуктами нашей жизни. Пылью, окислой серы, азота, так. И тоже затеняем Землю от Солнца. Да. Поэтому иногда говорят, вот, ученые говорят, что температура земного слоя атмосферы, где мы живем, повысилась в среднем чуть больше градусов. И тут же пишут, мы усилили парниковый эффект больше, чем на полтора. Какая-то полная ерунда. Один по одно, другое. Так дело в том, мы усилили полторой парниковый эффект на где-то чуть больше полутора, но мы затянили Землю от Солнца на полградуса назад. Среднее, да, результатирующий чуть больше единицы. Так. Теперь вот мы поговорили про выбросы, про причины, какие временные диапазоны, кто главный, да. А еще другая сторона, адаптация. А вот что это вообще такое, нужна ли она? Да, и слово митигация, с адаптацией. Что? Слово митигация. Да, вот это митигация. Кстати, митигация – это синоним снижению выбросов, а также синоним официальный перевод этого слова. Предотвращение. Я бы хотел показать. Ну, или покажите. Два сайта. Предотвращение. А вот смотрите, смягчение изменений климата, это как таковые изменения, мы уменьшаем, снижая выброс спорниковых газов. Ну, или поглощаем их лесами, да. А вот смягчение последствий изменений климата – это то, как мы к этому адаптируемся. Вот последствия, там, скажем, отсутствие меньше осадков, а у нас более заскоустойчивой культуры. Так? У нас есть семена, все запасено. Вот это адаптируемся. То есть это слово последствия надо употреблять очень аккуратно, иначе будет каша. Ну, это чисто редакционная вещь, примерно понятно, о чем человек говорит, но как-то смешно. Вот. Даже вот сейчас на конференции САКИК сделали такой перевод с английского, что получилось посвящено адаптации и адаптации. Потому что сказано было адаптации и смягчение последствий изменений климата. Ну, чудесно. Адаптация и адаптация. Правильно, важно. Но бестолково. Так вот, сначала, казалось, 30 лет назад, вот когда я ровно 30 лет будет в этом году начинал эту деятельность, до этого я был просто ученым и ученым и занимался вот проблемой как таковой на физическом факультете МГУ, в Систуте Глобального климата и экологии Советской Академии Наук. Вот. А тут конвенция. И конвенция, вот вы откроете текст, про адаптацию ничего нет. Тогда наивно думали, что, а, да, вот все это абракадабру, предотвращение, митигация, вот есть в таком глоссаре, он есть на сайте Биома, он есть телеграм-канали, он есть на веб-сайте центральной азиатской программы www.wf-ca-centralation.kz. Ну, потому что они в Алма-Ате. Ну, мы в Алма-Ате. Офис. Вот. И казалось, вот мы сейчас как-то договоримся, выбросы снизим, и чудесно. Но это же вся энергетика. И выбросы никак не снизились, они пошли вверх. И поэтому только очень долго там, Киотский протокол тоже сделали, в 97-м году, только под выбросы. Нет там адаптации. А дальше ситуация изменилась. Мы видим, все настолько уже раскрутилось, что адаптироваться надо, во многих местах надо принимать действия. Поэтому Парижское соглашение, оно восполняет этот недостаток. У него два ключевых слова. Адаптация и финансирование, конечно. Совершенно понятно, что финансирование нужно всем, а развивающимся странам, менее развитым, без внешнего финансирования, никак. Там, конечно, в Парижском соглашении есть красивый как бы лозунг, остановим это на полутора градусов, ниже двух, а лучше полутора, но это вещь нереальная. Если мы посмотрим, как идут дела, полтора градуса будут пройдены где-то в 35-м году, а два будут пройдены несколько позже, где-то в 50-м, 60-м. Но это мы потом поговорим, и что тогда из этого следует. То есть адаптация, безусловно, нужна, без этого никак. И медлить с ней нельзя. К чему адаптация? Как это вообще выглядит вживую-то? Ну вот такой пример, примерно пример, извините, про волны жары, или периоды жары. Волны – это хотя бы 5-6 дней, а то и 2 недели, конечно, да? Плохо для здоровья людей, для сельского хозяйства, для скота, для всего. Вот они ведь были всегда. Но примерно такой, что ли, расклад. Те волны жары, той силы, которые в той или иной местности были раз в 50 лет, там для Москвы это послабее, для Бишкека посильнее, там для Кушки будет еще сильнее, там еще жарче, да? Вот. Теперь уже раз в 10 лет. В 5 раз участились. И немножко стали сильнее, буквально на градус. Но они участились и стали длиннее. А для здоровья человека, и для всего и вся, вот это удлинение хуже, чем рекордной температуры. Пик, ладно. А вот когда длинно, человек не может ночью спать, и прочее, прочее. Вот. Дальше. Ход событий. А у нас сейчас потеплело уже, ну, как бы, индикатор 1,1 градуса, да? И скорость 0,2 градуса, 0,2 градуса за десятилетие. Понятно, что мировая энергетика станет безуглеродной только к концу века, просчитывая все вот эти вещи, да, получается, что мы и полтора, и два, конечно, пересечем, безусловно. А раз пересечем, вот когда мы пересечем, когда мы достигнем где-то 2,5 градуса, да? Потому что сейчас все обещания стран крупных, из 20 стран двадцатки, 19 их дали. Иран только не дал. Ну, Иран специфическая страна. Их, наверное, тоже можно поймать. Их свои проблемы. Тогда будет 2,5 и еще вытянет на 3, поскольку, вы знаете, в природе там так, на насыщение, а потом еще длинный хвост. Тогда у нас это все великолепие участится еще в 3 раза. То, что у нас сейчас раз в 10 лет, будет раз в 3 года. А частота засух, которая сейчас, увеличится в 2-3 раза в зависимости от местности. Ну, и это еще как бы то, к чему мы можем адаптироваться. Ну, в большинстве регионов мира, почти все, так? А вот если совсем пойдет в разнос, и это будет не до уровня 2,5-3, а до уровня 4,5-5, то та жара, которая сейчас раз в 10 лет, будет 8-9 лет из 10. Но это уже совсем другая жизнь. Из обширных очень районов земного шара, ну, жить там будет крайне сложно. Много говорится о Средиземномои, в широком смысле слова, от Марокко до Армении. Ну, конечно, Италия и Испания выживут, а вот остальным, может быть, тяжело. Южная часть Африки, а там к концу века предполагается более миллиарда человек, прочее, прочее. Там воды не будет вовсе. Там очень сурово. То есть вот такая вот, то есть 2-3 кратный росту всего плохого, что мы сейчас видим, надо адаптировать хотя бы к этому. Ну, и понимать, что это минимум, который нас ждет. Ну, а, конечно, часто спрашивают, ну, и что нам делать? Ну, тут сейчас просто нет времени, что делать. Ну, вот такая вот книжка, где собраны всевозможные, всевозможные, и тут и здоровье, и животноводство, и сельское хозяйство, и альтернативные источники дохода, что тоже важно. Так? То есть, ну, вот могу только отсылать к ней, поскольку сейчас времени на это у нас, наверное, все-таки нет. Так, и пойдем к следующему вопросу. И как вот это вот вы все поняли? Приходите, акклиматический скептик говорит, а, все ерунда, все это вот. Как с ним говорить? Ну, попробую некий сценарий прописать. И ключевым словом здесь будет наука. Причем наука, именно физика атмосферы океана. Ну, биология еще, может быть, истина. Но главная физика атмосферы океана. То есть, конечно, очень хорошо, если вы можете сказать, вот я ученый, ну, сейчас я только популяризатор науки, но я же все-таки был ученым, я знаю, я общаюсь с учеными. Или там мой муж, брат, жена в научном сообществе. Сказать, что вот те, кто занимается исследованием атмосферы и океана, да, прежде всего, ну, они, никакие политики им денег и не платят, никакие не заплатят. Потому что они платят политтехнологам, которые потом будут это все искажать, да, ну, как, да, так, как надо политикам. Они живут своей жизнью. То есть, они могут один раз кому-то продаться и наврать, да, но это будет единственный раз, следующего гранта уже не будет. Потом их продукция, научные статьи в научных и цензируемых журналах ерунду там тоже напечатать, ну, не дадут, потому что там есть и эдекционная коллегия, и цензенты. То есть, это люди, живущие, в общем-то, другой жизнью. Ну, ладно, тут, так сказать, тут, надеюсь, человек, может быть, как-то задумается, да, по крайней мере. Но дальше он скажет все равно. Ну, ну, что я тут вижу? Ну, да, стало чуть теплей. Да, осадки выпадают более неравномерно. Это я вижу. Там снегопады, дожди, там лед тает, ледники поменьше. Ну, и чего? И где я вижу глобальное потепление? Где я вижу роль человека? Да, когда с глобальное затенение, то, что на полграда, он видит неваженным взглядом, он дышит этим воздухом, который ему не нравится, этот верит, тут же верит немедленно. Это понятно. Тут, наверное, лучше сказать, мы с вами, в принципе, увидеть не можем. Мы с вами не живем в океане, не имея его температуру, мы с вами не видим стратосферу, мы с вами не видим молекул СО2, вон они летают, а тем более не видим их изотопного состава. То есть тут увидеть невозможно, в принципе, тут можно только поверить, поверить в физические процессы. Ну, конечно, скептику тяжело. Никому я ничего не верю. Ну, хорошо. Но как-то задумается все-таки, что это ученые-то видят и измеряют. Ну, тогда, наверное, разумный вариант призвать к чему-то, что нужно все равно. Я говорю, ну, мы потом подумаем, еще обсудим, но ведь есть очевидные действия, которые нужно делать. В России это обычно сводится к двум вещам. Либо давайте мы все-таки утихомерим лесные пожары. Ну, никто тут не спорит. Ну, ладно, давайте не будем вступать в конфликт, вы все равно не верите. И, ну, ничего страшного. Но лесными пожарами давайте вместе это поддержим. И энергосбережение, энергоэффективность. Это тоже настолько бьющая в глаза проблема, что очевидно, да. Ну, к чему-нибудь вот такому. Ну, в общем, получается, но не всегда. Иногда человек говорит, нет, и все-таки это теория заговора. Я хорошо знаю такого политика, я ему верю. Он говорит, кому выгодно, тот и придумал. Всегда так. Я вот читал, что американские статьи, это придумали китайцы. А я читал китайскую статью. Какой-то, правда, говорит, китайская желтая газета. Говорит, нет, все придумали американцы. Как быть? Ну, понимаете, те, кто стопроцентно не верит ни к чему, но с ними просто ничего уже не сделать невозможно. Есть же общество плоской земли в США. И даже в России его филиал. И даже его не признали инагентом. Там человек 60 всего, но они собираются вот так, кушают, обсуждают и говорят, так, все врут авиакомпании. Они с нас деньги сдирают. Плоской просто долететь Москва-Бишкек. А он везет окружным путем. Бешеные деньги, бабки, да. Ну, как-то вот так. Ну, или, говорят, наука ничего толком не знает, потому что вероятностный подход. Ну, да, ну, всюду вероятностный подход. Иначе невозможно. Это просто, если ученый говорит, весьма вероятно то-то-то, то он толком ничего определенно сказать не может. Но в его словах означает, что вероятность 90%. Так? Если он скажет 90%, то мало кто скажет, ну, все-таки не 100%. Так? Но часто ученые говорят, высокая вероятность того-то. Он тоже говорил, что завтра высокая вероятность дождя, а его не было. Вот и весь ответ. Да? Ну, и тут что? Единственный способ пытаться отрезать науку от политики. Говорит, давайте мы будем... Вот от сих до сих – это наука. А когда начинается экономика, это уже другая, не то что, просто другая жизнь, другая планета. А уж когда политика начинается, это уж вообще совсем другая планета. Вот тогда более-менее, может быть, что-то получится. И тут что нам мешает, явно мешает, это то, что уважаемые, а иногда не очень, СМИ и политики часто пугают концом света. А если человека пугать, ну, он первый раз испугается, а потом не испугается уже. Что пугать-то? Вот, пугают концом света, ничего не случилось. Почему должны верить в климатический кризис? Да? Чего это нас пугает? Что до сих пор ничего нет, серьезных проблем. Вот говорят, все ужас-ужас, а ужаса нет. И иногда... То есть, ну, тут в том, что проблема, она действительно иного свойства. Вот это, вот можно представить, гигантский метеоид летит на Землю, да? Нужно термоядерными ракетами его уничтожить, сделаем, и все, проблема решена. Или из вулкана идет лава, вот она левая, выведем поселок, мы экскаваторами срочно копаем траншею и отводим, когда она дошла до траншея, она не дошла до поселка, поселок спасен, да? Ну, вот немедленные действия и спасение. Тут иная совершенно причина. Тут скорее аналогия правильная с асфальтовым катком. Мы его катнули, ну, начав добывать уголь, нефть, нефтепродукты, да? То есть, выбрасывать в атмосферу, а океаны наземной экосистемы элементарно не успевают поглотить, половину забирают, даже не в шутку больше. Ну, океан чуть меньше четверти, наземная экосистема чуть больше четверти, так уж, примерно, так? И котел, каток катится. Страшно? Да нет, но он медленно катится, да? Более того, как-то вот мы можем заранее выдернуть из-под колес чего-то, то есть адаптироваться, да? Но мы должны все вместе, кто побольше, тот посильнее, кто поменьше, послабее, его плечом подпирать и останавливать. Тогда он где-то остановится. Назад не откатим, нет. Климат 19 века, ну, доступен нашим далеким потомкам, но уж точно не нам, и не в 21 веке, и не в 22, и даже не в 23. Так, то есть тут получается, что если вы видите страшилку, так? Страшным заголовком. Ну, посмотрите, на основании чего написано. Очень часто, во всяком случае, российская пресса делает как? Они берут какие-то три публикации там англоязычные, из них чего-то сваили, получилась страшилка. Ну, в идеале, конечно, дойти не до, не эти перепевки там из Гардиана откуда-то копировать, а добраться, докопаться до первоисточника научного, в идеале. Как в большинстве случаев это удается. То есть есть ссылки, гиперссылки. Конечно, вы получите научную статью, где за ум, за ум, за ум, но посмотрите конклюжен, выводы, и получится, что выводы совсем не страшилка. Но если в них вдуматься, еще страшнее. Нет, не страшилка, но асфальтовый каток. Он катится, он очень тяжелый. Так? Ну, мировая вся энергетика это что-то очень тяжелое. Ну, и видя вот все эти вещи и понимая скорость и всего-всего, решили в Глазго, это была конференция, даже не решили, а обещали, вот это, все крупные страны, и Казахстан, кстати, тоже, обещали достичь углеродной нейтральности. Что это такое? Что выбросы снизить, ну, кто больше, кто меньше, остаток компенсировать в основном поглощением лесами, посадив леса. Ну, у кого-то для этого есть больше возможностей, там, у России, или хотя бы прекратить их деградацию, ну, то есть изменить, чтобы они сами поглощали, или с пожарами, пожары вывести на природный уровень, ну, или какой-то более-менее. Там совершенно понятно, как пожары сделать меньше, но, вот. Тут будет, конечно, не ноль, но что-то такое там, процентов 20, 10-20 останется, да, Европа, Япония, США обещали 50-й год, Китай, Россия, Казахстан 60-й, Мексика, Бразилия, Индия 70-й. Понятно, что опоздают, это всем очевидно, всем опоздают. Понятно, что где-то к концу века, ну, да, к концу века, и это означает 2,5-3 градуса. Почему они решились так написать? Потому что они для себя просчитали, только никто в этом не признается, что вот такое усиление всех явлений в 2-3 раза, они вполне проперетерпят, они образуются. Я вот интересно говорил несколько лет назад с одним китайцем, кискоридской делегацией, сказал, что вот так-то, так-то, повышение урмирового океана, это же в 21-м веке метр, а в 1-м веке полтора в силу физических свойств, так, а в 22-м веке 3,5 метров. Есть худшие прогнозы, самые, что в 20-м веке до 15-ти, но не больше. Не, в каком всемирном потопе речь не идет. Так, это вот Шанхай-то у вас же затопит при таком сценарии и градусам. Ответ был такой, мы китайцы очень трудолюбливые люди, у нас будет Шанхай даже еще лучше, немножко в глубину континента и улыбался. Да, ну а многие страны слабые, малые островные государства или Бангладеш, скажем, им просто некуда переносить. Мальдивы, они вообще не могут. Что? Мальдивы, да, увы, обречены, да. Они, конечно, понимают, что нежелание крупнейших стран действовать, то, как они могут, но экономически им дороговато не хотелось бы, а действовать, то есть, грубо говоря, делать, снижать изменение климата только до того уровня, до которого им они сочли себя приемлемым, а не до того, при котором выживут все. Поэтому они очень громко кричат, требуют, и что? И откупаются деньгами. Климатические финансы. Ну, это, может быть, я чуть-чуть утрировал, но еще и понимают, что если сейчас страны-двадцатки имитируют 80%, остальные 20%, то лет через 40 будет все наоборот, так? И, то есть, когда они вкладываются в низкоуглеродное развитие какой-нибудь страны, так? Развиваются. они где-то как-то заботятся о себе самом. То есть, это тоже, это не чистый. Вот адаптация, это чистая помощь, потому что адаптация вот здесь сейчас, да? А это тоже они заботятся о себе самом. Поэтому климатический кризис, то, в общем, он есть. И для многих, только для кого? Для Мальдив еще как. Все, Алис, страны не будет, да? Ну, конечно, кризис, да. То есть, кризис есть, и в ООН то, что, ну да, ведет все к тому мировое сообщество, что энное количество стран прекратят существовать, малый государство, некоторые строительства будут в крайне тяжелом положении, а все крупные более-менее, ну, естественно, никому не дадут погибнуть, как в Византии. Конечно, они будут жить в прекрасных домах, может быть, в пригороде Мельбурна и вспоминать тот остров, на котором 500 лет жили их предки, которого уже нет. Ну, это малоприятно. Так, давайте, ну что, на этом сделаем перерыв. Да, и можно вопросы вот к этой... Вы только что озвучили как раз тот момент, что, если какое-то количество людей, то есть определенное то изменение может минуть или там остров там до какого-то уровня они процента, ну, то есть просчитывают и на такой уровень они или откупаются или что-то. А вот как ваше мнение? Вот, ну, не зря же говорят, там существует какой-то там золотой миллион, там если, например, полностью, ну, например, если не будет человечества, восстановится ли сама природа, вот не, ну, не прилагая никаких усилий? Вот такие вот были исследования какие-то, вот интересно просто. Ну, вы реально задали два вопроса, очень важных. Ну, вот если будет 2,5 градуса к концу века, сколько человек будет вынуждены покинуть свои дома? Ну, либо, ну, острова это мало, да? Это миллионов 100, не больше. В основном засушливаете и то, и весь Юкаф эти возьмите, не только я, еще там тельные куски. Даже, честно говоря, Центральная Азия там в этом случае не подсчитывается, будет немножко лучше. То есть все равно один миллиард людей переселится. Не нынешний миллиард, а будущий, один из 10 миллиардов. А самый худший вариант, если вот 4,5, то 3 миллиарда. Разница очень большая. И это, надо сказать, тоже стимул для стран Европы и не только Европы, развитых стран. То есть куда они пойдут? Из Индии. Они не пойдут из Индии, там, не знаю, в Казахстан, да? А они куда-нибудь, где-нибудь, чтобы, ну, чтобы как-то их кормили получше, да, извините, да? И тут вот такая ситуация. То есть это дельта очень большая. Теперь, что касается, сможет ли сама природа вернуться. Вот на сайте Биома есть очень хорошая картинка Принцеп Леш-Ателье. Он сформулировал его там, сколько, 200 лет назад, что любая система, природная, будучи выведена из равновесия, прилагает усилия восстановиться, да? Как мы говорили, океан и экосистемы наземные поглощают половину. Сейчас, чуть больше. Когда человечество снизит выбросы, они будут поглощать, поглощать, поглощать и вернут первоначальное состояние. Но до этого потребуются сотни и тысяч, а может быть, и единицы тысяч лет. То есть масштабы времен другие. Нам надо сейчас, чтобы не было трех миллиардов мигрантов, понимая, что уж один миллиард точно. Ну, не сейчас, Просто было интересно вообще. Да, да. Без человека, природа. Это надо сказать, вот, в голоса, и это мы специально включили, потому что это важный момент. У меня один небольшой вопрос. Я хотела уточнить, какие изменения при худшем сценарии ожидают Центральную Азию? Как бы, поподробнее было бы интересно узнать. Давайте в конце, ладно? Да, давайте в конце. Так, вот, знаете, вот мы говорили, люди там, мигранты, вот, а что, вот вы работали в фонде дикой природы и сейчас работаете, да, уже в Центрально-Азиатском регионе. Диким-то животным что делать? Тем же белым медведям, которые сейчас вот, ну, тоже страдают и так далее. Вот, то есть, как вы думаете, много ли погибнет видов диких животных уже безвозвратных из-за изменения? Значит, ну, арктические виды я знаю более-менее неплохо. Нет, мне не нужно. А, ну, где неплохо, в общем, ни белый ведведь, ни морж, ни северный олень не погибнут. У них адаптивные способности таковы. Я давайте потом расскажу, когда мы пройдем. таковы, что, но они просто не успевают. Там, белому медведю надо сообразить, когда льды уходят, надо тут же следовать за тюленями, главная пища. А остался он на берегу, он остался без главной пищи, пошел в поселок, ну, в лучшем случае получит резиновые пули по голове и убежит, да, а в худшем настоящий пулей, да, он же охотится за людьми, правильно? То есть, генетическое у него умное животное, то есть, самые умные и быстрее всего, то есть, надо, грубо говоря, выиграть время, дать им понять, как адаптироваться, и тогда это произойдет, да. Да, конечно, не все. оценивается, что где-то либо погибнет 30%, либо процентов, либо останется 30%, но пока нет ни одного крупного арктического вида, который обречен на вымирание. А, в принципе, есть уже один вид млекопитающих, опять же, зависит от масштаба. Вот это большая вся Арктика, да, большой медведь ходит, куда хочет, так, морж, тюлень, олень, пожалуйста. На неком острове недалеко от Австралии жила какая-то уникальный грызун, крыса. А остров этот, благодаря более частым штормам, стал чаще и чаще затапливать, крыса вымерла. Уже погибла. Так, ну что, пойдем дальше? Еще вопрос. Так, вы упомянули в качестве примера... Микрофон. Значит, вы привели такой пример по поводу ситуации с возгораниями лесов и болот в России. как бы одна из причин это миллиардация 30-х годов у этого явления. Так вот, вопрос такой. То есть, точнее как, в данный момент получается, что с изменением климата мы встречаем не только вызовы, которые возникают сейчас или возникнут в будущем, но и нужно решать последствия той нерациональной хозяйственной деятельности, которая была сделана до. и вот мой вопрос в чем заключается? Насколько большая доля вот именно артефактов, которые пришли к нам из прошлого, сейчас составляют проблему в изменении климата в современном? Зависит от того, где вы находитесь. Если возьмете Московскую область, где на востоке области огромные болота, которые были осушены, мещеры, то это вообще, ведь в 2010 году и волне жары загорелись вот эти самые торф, и люди просто было очень тяжело дышать, вплоть до летальных исходов. Ну, у тех, у кого астма, кто, конечно, не молодой, здоровый. В 2021 год температура была такая же, а торфянники не горели, их обводнили. То есть вот для востока Московской области это вообще чуть ли не стопроцентные, ну, там, 90, да? Где-то еще никак. Где-то раньше бездумно вырубали лес и не делали вот этих вот полос противопожарных. Вообще не делали еще. А, да ладно, да? Ну, вот это тоже. А где, скажем, какая-нибудь Воронежская область? Ну, и что? И ничего. То есть это зависит от места. То есть это, грубо говоря, от 10% до 90%. Как вам известно, Росгидромет в своем ежегодном докладе по странам СНГ дает оценку трендов изменения температуры. И вот антирейтинг среди, ну, температура, скорость роста повышается именно в Белоруссии и в Молдовии значительно выше, чем в других странах. А вот среди центрально-азиатских стран антилидерами считается Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. А вот у нас с Таджикистаном наименьший рост темпа температуры. Как бы объяснили такую неравномерность между... Может нас... в этих докладах вот конкретно этих докладах они рассчитывают тренд 76-го года. Почему 76-й? Потому что Всемирно-домерническая организация в какой-то момент приняла за базовый период с 61-го по 90-й год, как период, с которого началось достаточно заметное воздействие человека на климатическую систему. До этого оно было по сравнению с естественными процессами откровенно слабое. Хотя рост СО2 уже был. И с 76-го рассчитывают просто линейный тренд. Линейный тренд чего? Вот то, что вы сказали, средней годовой температуры. Это средняя температура по больнице. Поэтому когда они потом приводят информацию об усилении интенсивности особо опасных явлений, вот за этим и надо смотреть. Это просто средняя температура ну и пускай, ну и что? А важно же периоды особой жары или холода или засухи. то есть это ну а дальше тут уже просто надо смотреть какой месяц, как, что происходит. Но это не зависит от особенностей экосистемы, допустим, нас горы и не спасают. глобальные вещи. Но вот знаете, ваш вопрос, он в действительности к чему выводит. Вот есть такая эффект, как называется биотический насос. Да, и вот тут мы тоже это дело поясняем, поскольку среди экологов, в случае российских, ну это очень приятная теория, не теория, очень приятно попытаться распространить этот эффект на всю планету. А он заключается в том, что вот все изменения климата из-за того, что очень во многом, из-за все-таки вырубки лесов. Поскольку леса, вот когда большая площадь листьев, большая площадь спаения, восходящий ток воздуха, низкое давление, если рядом море или океан, то получается подсос воздуха, такой вот как бы насос. Этот эффект действительно есть, да, и он для микроклимата, конечно, влияет. Если у вас водохранилище, вокруг хороший лес, это, конечно, гораздо лучше. Если у вас Амазония с ее лесами, это тоже влияет. Но в глобальном плане это мало. Поэтому для Центральной Азии это, ну, тут надо смотреть, каковы траектории циклонов-антициклонов, как чего, как это меняется. То есть, если бы я говорил о России, то это вследствие более сильных перемещений воздушных масс вот таких. И надо смотреть, в каком месяце что происходит, как что. Да, есть, скажем, в Екатеринбурге лето стало ничуть не теплее, только более сырое. А на Чукотке зима, стало холоднее. И ничего. Это динамика воздушных масс это вполне определяет. Просто для Центральной Азии я ее не настолько знаю. Так, давайте поедем дальше. Спасибо большое. Нет, 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 это не связано с горами, это не связано... То есть, леса нужны, безусловно, для микроклимата. Или там вот, вдруг представим, что побережье Каспийского моря взяли, оземили полосу километров хотя бы в 10. Ну, конечно, это хорошо. Безусловно, микроклимат кардинально улучшится. Но на Бишкек это не повлияет никак. Но это не значит, что об этом не надо мечтать. Так, ну что, идем дальше, все-таки, да? Да, да. Дальше, да, идем, коллеги? Да, потому что все-таки время идет. Ну, дальше следующий задел вопросов... Это по третьей серии заключительная. Да, заключительная серия вопросов, а потом, если будут... Ну, вот для Центральной Азии что мы... было спрошлось. Так, ну вот, заголовки сенсационные, они о них не реагируют. Почему заголовки сенсационные? Ну, в какой-то мере потому что часто журналисты или главные редакторы считают, что надо чем-нибудь поразить таким-нибудь заголовком. В действительности, конечно, разрыв между содержанием заголовка и содержанием последующей статьи часто бывает просто чудовищный. Отчасти из-за того, что все цитаты, если цитаты, они как-то согласуются, а заголовок выдумывается сам. И часто заголовок абсолютно никак не... Ну, просто лишен всякого здравого смысла, абсурд. И видов абсурда их, как правило, два. То есть, это не намного уж много этих видов абсурда. То есть, это либо забывается, умалчиваются сроки, сроки, так? Вот совершенно курьезный пример информации, где говорится, что вообще-то говорится, что вдруг человечество задохнется. Да? Ведь оказывается, японские ученые сделали, опубликовали оценки, говорящие о иске поте и атмосфере всего кислорода через миллиард лет. В заголовок слово миллиард не вошло. Соответственно, дальше пошли перепевки, когда люди читали, другие журналисты, только заголовок и говорили, так что мы занимаемся СО2? Ладно, СО2, мы скоро будем задыхаться, мы леса вырубаем, они легкие планеты. А вот леса легкие планеты, это нельзя понимать буквально. Нельзя понять буквально. Кислорода в атмосфере настолько много, настолько много, что, да, его концентрация незначительно, буквально мизерно-мизерно снижается. То есть, конечно, когда СО2 больше, куда атомы кислорода денутся? В СО2, да, но это несоизмеримые вещи, настолько несоизмеримые, что просто не о чем говорить. То есть, проблемы дефицита кислорода в атмосфере нет в принципе. Леса, они легкие города, микрорайона, безусловно, они чистят воздух. Площадь листвы, особенно мокрой, великолепно очищает воздух, и нам сразу легко дышится. Не от кислорода, а от других эмиссий. Вообще человек не умеет определять, что ему не хватает кислорода. Вот удушье в том или ином помещении это много СО2. И человек там 6% СО2 умирает, даже если кислорода много. Никак не может. Вот, и наоборот, вот были печальные случаи, когда использовалась широко аргоновая сварка. Аргон – тяжелый газ. Баллоны в подвале, там что-то утекло, в подвал запомнился баллон. Заходит человек, СО2 там нет, он дышит аргоном, он не понимает, у него нет удушья, и вдруг он теряет сознание, потому что кислорода он не получает. Если его товарищ не вытащил на свет, ну наверх, то все. Такие случаи были, ну так сказать, такие очень наглядные что ли. то есть кислородные проблемы нет. Ну и опять же, говорит, вот недостаток кислорода, но вы, в горах вам дышится легко, воздух чистый. Ну я имею в виду не 6 тысяч метров или 5, а там 2, да? Кислорода же гораздо меньше, ну вы же прекрасно дышите. То есть тут, да, горная болезнь – это отдельная печь, но это не вопрос за дыханием. Вот, значит, вторая вещь, это считают, что прохождение порога 1,5 или 2 градуса – это какая-то там катастрофа, да? И пишут, до катастрофы осталось 15 лет. А это отчет Всемирной Георгической Организации, говорит, если у нас сейчас 1,1, скорость 0,2, легко каждый из вас посчитает, в 35-м году средний год, ну год же зависит от естественных причин, плюс-минус 0,1, туда-сюда, да, так будет 1,5 градуса, то есть до 15 лет, так это какой катастроф? Почему? Это же не то, что лава идет на поселок, как мы с вами сравнивали, тут нет такого жесткого, то есть это, так сказать, искусственное искажение информации, как и 2 градуса тоже, это лишь некий, вот, нет, ну черта, что ли, но никак не предел, и относиться к этому, конечно, нужно правильно, и, в общем-то, излишнее пугание, не нужно. Я еще не сказал еще об одном способе искажения информации, потому что он очень хорошо подходит к следующему вопросу. мировых СМИ немало сообщений, что вступаем в малый ледниковый период. Ну, наверное, слышали. А ученые про потепление, кому верить? Так вот, в обычный ледниковый период, не в малый, а в самый настоящий, человечество, конечно, вступит, это очевидно, потому что, когда континенты стоят так, как они стоят, чуть-чуть движутся, да, кто 4 сантиметра в год, сантиметра. Ну, во всяком случае, в последние миллион лет они уже, двигаясь, но стоят примерно так, что у нас на северном полушае есть Кольский полуостров и есть Аляска. Теперь, у нас ось вращения и орбита Земли в постоянном изменении, по синусу причем, это все четко астрономические вещи. А вы знаете, если какой-то волчок раскрученный начинает тормозиться, он уже не так крутится, а вот так, ну, юла. Вот и наша Земля точно так же. Поэтому полярный круг у нас, кстати, в постоянном движении. Если вы были в Финской Аруниеме или у нас в Салехарде, стоит монумент, истарант, вот черта, фотографируясь, и левая нога до, правая, но он каждый год уходит на 8 метров примерно на север. Но ничего личного, только бизнес, да? Никто не пытается об этом даже говорить. Ну, это ладно, мало, да? Так вот, когда так стоят континенты, наклоняется Земля настолько, что лето становится гораздо холодней, на Кольском полуострове снег не тает летом, накапливается, еще больше отражает свет и пошло-пошло. Почему Кольский важный и Аляска? Потому что нужно не только холодно, но и много осадков. Тут Атлантика, тут Тихий океан. Поэтому, когда ледник доходил до Москвы или до Калифорнии, в Якутии свободно ходили мамонты, и никого ледника там не было. Там были злаки, там все, да, у них шерсть отличная, злаки успевали вызревать за короткое и очень светлое солнечное лето, все было благополучно. То есть вот такое расположение суши приводит к тому, что каждые 100 тысяч лет ледниковый период. Вернее, скажем, наоборот, потому что из этих 100 тысяч лет 80 тысяч лет ледниковые, 20 тысяч лет, да, корректировочно, не ледниковые. Будет следующее, конечно, мы сейчас в эти 20 лет, причем уже прилично прошли из этих 20 годов, уже лет так, 15, будем сказать так. Но однозначно ученые говорят, да, первое, индикатор лета в Северном полушарии на полярных широтах, индикатор отсутствует. Во-вторых, однозначно говорят, в силу геометрии и всего-всего, ну, никак не в третьем тысячелетии, ну, никак не в третьем тысячелетии. А вот пример публикации. Есть академик Котляков, глициолог, он много скептических вещей насчет изменения климата высказывал, он такой очень, ему сейчас под 90, но очень цепкий, ум. И он давал интервью, такой, на телевизор, все, и сказал, что, а мои, и учеников моих работы показывают, что ледниковый период может начаться уже очень-очень скоро, уже через полторы тысячи лет, через полторы тысячи лет, уже, уже. Ну, в заголовок не вошло полторы тысячи лет. Это обрезали. Прошло, начнется скоро. Но, если говорить о, так сказать, малых ледниковых периодах, то под этим имеется в виду иногда какие, как бы, ну, что ли, либо говорится о сугубо локальном уровне. Например, к югу от Гайнландии есть участок, в океане, где холоднее становится. И там так меняется структура течения, что понятно, там точно будет холодать. Однозначно. Вот. То есть это просто локальная, может, информация. Вот. Второй причина таких вот всяких соображений о ледниках, это когда берут какой-то один фактор, он есть. Как вот очень хорошо напомнил мой коллега, что действительно тепло в Арктике из-за конических разломов есть, из-за конических разломов, оно есть. Просто оно маленькое, да, но оно есть. Вот очень взаимо. Это было в начале 2000-х годов Пулковской обсерватории астрономы. Они вот показывали, вот у нас солнечный цикл 11-летний, вот рост интенсивности Солнца, он так еще немножко неровненький рост, да, и рост температуры, вот он точно такой же вот. Ну, легко на графике подобрать шкалы, вот. Ну, вот вы видите, вы видите, ну, какой парниковый эффект, вот оно, Солнце. Но им отвечали, ребят, конечно, это совпадает, конечно, Солнце влияет, но слабо, это совпадение. После 2005-го или 2006-го года Солнце пошло вниз, а пошло... Да, немножко слабее, безусловно, безусловно, притормаживает. Более того, был период где-то с 5-го по какой-то 10-й, что ли, год, нет, даже чуть раньше, с 4-го по 12-й, когда глобальная температура почти не росла, Солнце притормаживало, и были извержения вулканов, не сильные, но были, так, и это притормаживало, притормаживало. Потом раз, и опять пошло туда же. То есть, ну, да, да, естественные факторы в масштабе там десятка лет, конечно, они очень, так сказать, важны, вариации Солнца туда-сюда. То есть, поэтому вывод однозначный, что 21-й век, потепление, хотя и неравномерное, то быстрее, то медленнее, в зависимости от Солнца, вулканов, океанских вариаций, но без каких-либо малых ледниковых периодов однозначно. Вот, ну и заключительный вопрос, что климат слишком сложная тема для СМИ, и ошибки неизбежны, вы знаете, она не столь сложная, она скорее необычная. Вот ничего я такого не сказал, не писал никаких уравнений, ни одного, да, без них можно обойтись, да, хотя вот Зоя задавала очень заумные вопросы, но все равно даже на них можно ответить достаточно просто. Что тут можно, вот эта необычность еще чаще всего, что вот вероятностном выражении, да, ученые говорят, вот вероятно, более вероятно, менее вероятно, вот это просто нормальный научный язык. Лучше уж тогда писать, сказать, а вероятно, а какой процент вероятности, да, вот скажите битым словом, тогда будет более адекватно. Так, вот опять же, как в Простоквашино, да, все явления, от которых мы страдаем, естественные, а добавка их и по длине, по длительности, и по частоте, и немножко по силе, это как бы от нас. Вот как это вот увязать одно с другим, ну, действительно, это довольно сложно. И то, что в кратросрочном плане каждый конкретный год как бы естественные факторы, а 50 лет уже как бы как бы только человек. Вот это все, конечно, не очень просто увязать, но что можно советовать? Использоваться, лучше все, конечно, писать то, в чем вы действительно понимаете. Так, докапываться до первоисточников, насколько возможно, потому что ошибка одной СМИ, зарубежной, там, той же Guardian, там, российской газеты, можно повлечь и дальше. Так, ну, стараться согласовывать цитаты, и если уж длинную цитату дает человек, там, академик или кто-нибудь, просить его короткую, то, что если вы, когда эту цитату будете сокращать раза в четыре, вы можете сокращать, а он там говорит, говорит, цитата, да, полностью нельзя, то просто смысл может очень сильно исказиться, да, это, в общем-то, ну и, конечно, согласовывать заголовки, это, конечно, нужно. Ну и, в общем-то, я могу сравнить, как СМИ писали о климате 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас. Безусловно, есть позитивный тренд, очень-очень суще. Я не имею в виду какие-то заказные статьи про глупости, это, не будем на это обращать внимание, да их сейчас, в общем-то, и гораздо меньше, это, это тоже хороший, так сказать, признак, потому что, ну, кто будет заказывать политики, не модно это для политиков сейчас отрицать, бизнес, а бизнес разобрался со всем. Крупные компании, вот сейчас, все кучу, у каждой российской компании, и у генерального директора есть гениальный молодой человек или молодая девушка с блестящим образованием, который все знает про это, там, досконально, все объяснил шефу, а уже дальше шеф примет решение, что он будет говорить. Говорит же, как у нас, забыл, глава Роснефти, Сечин, человек, надо сказать, крайне консервативный, и то он говорил всякое, то он говорит, ничего, зеленая может быть и нефть, все нормально, вы не беспокойтесь, нефть будет зеленой, да, надо зеленой, да, без выбросов, нет сомнений, я все уяснил, и будет вам зеленая нефть, точка. Ну, он человек такой суровый очень, да, или угольные компании, что сейчас с ними произошло, то СУЭК гнобил науку, да, пытались опровергать, там, грунду какую-то, как же, СО2 нужно для фотосинтеза, ну, понятно, ну и что, сейчас это полностью прекратилось, СУЭК, Сабаевско-Уральская энергетическая компания, или СУАЛ, угольные компании, как-то так, вот, они поняли, что сейчас уголь на пике, особенно в этом году, конечно, но через 20 лет спрос сильно упадет, сильно упадет, особенно в азиатском регионе, а в России особо не продаж, в России все хотят газ, в России никто не хочет угольной, так сказать, пылью дышать, все хотят газ, и Газпром даст им газ, потому что Газпром тоже понимает, если меньше покупают вокруг, так, ничего, у нас есть собственный потребитель, мы с него возьмем денежку, тоже хорошую, куда он денется, да, вот, уголь так, и они сменили тактику, с обычного бизнеса, теперь, грубо говоря, лучшие куски угля, лучшие карьеры, или разрезы вскрыть, и как можно быстрее продать, как можно быстрее продать, не пытаться строить бизнес-план, и умудрствовать, какая будет цена, максимизировать прибыль, там, за 20 лет, продать как можно быстрее, как можно больше, почему бешеное давление на РЖД, российские железные дороги, построите за государственные деньги нам, лучше, лучше на восток, мы будем гнать на восток, срочно терминал, лучше за государственные деньги, срочно, сейчас, мы должны распродать, за ближайшие 5 лет, ну, не за 5, конечно, за 10, может быть, за 15, но дальше, дальше мы будем вести какой-то другой бизнес, нам же не уголь нужен, нам же деньги нужны, вот как-то так, тогда еще вопросы, про Центральную Азию вы задавали, да? Давайте поблагодарим сначала, Реша, давайте, спасибо вам, теперь про Центральную Азию, да, вот то, что вы задавали, а что для Центральной Азии, изменения климата, худший и средний, и лучший сценарий, да, верно? Вот, давайте, давайте я лучше про, ну, худший и лучший, я бы сказал, что вот эти два сценария, учащение неблагоприятных явлений, характерных для той или иной местности, извините за залом, ну, где засухи, скажем, юг, нижняя по Волжье, там засухи всегда были, я уверен, Центральной Азии, много мест, где засухи всегда были, вот прогноз, что в лучшем случае, в 2-3 раза, в 2 раза к 60-му году, в 3 раза к 90-му, вот на это надо ориентироваться, и смотреть, как, ну, в России, говорится, как мы будем переносить сельское хозяйство, немножечко на север, но, конечно, в пределах черноземья, потому что не черноземье, все равно ничего там толком не вырастет, да, вот, это один, худший сценарий, это те засухи, которые, вот сейчас раз в 10 лет, будут 8-9 раз в году, так, вот разброс сценария. Теперь по воде, по воде, надо сказать, центральная Азия, если смотреть о среднегодовом количестве осадков, не в таком плохом положении, если вы откроете шестой оценочный доклад, увидите там картинку, то получается, что общее количество осадков, общее количество осадков, не так сильно изменится, и даже немножко увеличится, правда, нужно будет, конечно, испоение, вот когда с учетом испоения, получается, что уменьшится, но немножко, не сильно, но они будут выпадать, осадки, и в виде снега, и в виде дождя, более неравномерно, а более неравномерно, значит, эту воду сложнее и сложнее будет удержать, равно как и таяние будет сильнее, потому что одно дело, когда снег, когда тает ледник, да, снег выпал на лед, да, он, ну, слабо тает, другое дело, когда он выпал просто на камни, да, а там же как ледник ушел, камни, так, вот, он тает гораздо быстрее, протаивает где-то до камня, и сразу от него пошло во все стороны, так, он же темный, и в белый его не покрасишь, швейцарцы пытаются красить в белый, получается, но это можно, чтобы горнолыжные трассы лучше работали, ну, сохранялось, но не в масштабе там больших, вот, то есть это значит, что весенний паводок, ну, весенне-летний паводок сильнее ищи, а дальше воды гораздо меньше, то есть это не вопрос отсутствия воды вообще, это вопрос более неравномерное его поступление в ЭКИ, вот как-то так. Спасибо. Так как это повлияет на сельское хозяйство, если здесь, ну, я думаю, вы сельское хозяйство знаете лучше меня гораздо, ну, тут уже, тут уже надо смотреть, равно как и, равно как если что делать, вот лучше посмотрите эту книжку, ей-богу. Ира, мы отправляли эту книжку, потому что те, нет-нет, давайте я это возьму, я буду еще это показывать, я, это эклама, да, это эклама, она 400 страниц, посмотрите, какой плюс, она множество, там, животноводство, населенные пункты, санитария, и короткие, как грубо говоря, чуть ли не инструкции, делай так, причем тут очень, причем тут очень широко, то есть какие-то вещи, можно сказать, ну, и при чем здесь климат, но то, что это явно добрые и разумные вещи, причем и на уровне домохозяйства, и на уровне школы, важный уровень, очень важный, и на уровне населенного пункта, ну, государство и бизнес, ну, может быть, они в нее заглянут. Возможно. Вот то, о чем говорил Алексей Леонидович, вот этот вот глоссарий, который, Алексей Леонидович, скажите два слова про глоссарий, а потом я скажу, где его сказать. Да. Глоссарий сегодня ночью был привезен из Алматы, а где моя сумка? Вот. Ага. Был привезен из Алматы, вот, он специально сделан для Центральной Азии, я просто хочу показать наглядный пример. Значит, сначала некий глоссарий, современный, вот такой небольшой, сделал Институт Глобального Климата и Экологии, где два автора оттуда, один из них ведущий автор IPCC, и два человека из Всемирного фонда дикой природы, я и Анастасия Мазнева, сотрудница, не сколько моя, сколько центральной азиатской программы, потому что я, в общем, некий пенсионер-консультант, надо это понять, да, и тут, вот смотрите, книжечка крупным шрифтом, а вот этот глоссарий, где добавилось еще два соавтора, но работали над расширением, конечно, все шесть человек, вот смотрите, а шрифт здесь мелкий, мелкий, да, вот смотрите, вот это нечто глобальное, а вот это центральная азиатская добавка, это много, то есть тут всего где-то 500 статей, 500 статей, из них несколько десятков сугубо центрально-азиатские, и, так сказать, постарались из статьи объяснить этот птичий язык конвенции по климату, где изменение климата это только антропогенное, а изменчивость климата это только естественное, вот нормальный человек это понять не может, что это вот действительно так, или в документах нет слова смягчения, нет слова какой-то там смягчения, изменения климата, а есть слово предотвращение в официальных документах, по сути это совершенно правильно, но вы привыкли к смягчению изменения климата или митигации, а там нет такого слова, вы открываете документ на русском, видите предотвращение, вот так, ну вот это, там масса таких всяких вещей, вот, и что, проголосай еще, что проголосай еще, я хотела сказать, что вот этот глоссарий, который как-то так замечательный, Алексей Руслан. Могу показать целую презентацию про него, это легко, я только что это делали для неправительственных организаций, сегодня, где его взять, его взять в телеграм-канале экологического движения Биум, Биум, нижний апострах, Ти, команда, Ти, и также этот глоссарий находится на сайте WVF-сu, www.central-asia.ksd, Ну, казать, то, вы, что офис центральныйазиатский находится в Алмате, да, WVF-central-asia.ksd, да, вот и там, и там, и dort глоссарий есть, то, Что касается вот этой публикации, о которой Алексей Олегович говорил, по позитивным практикам, вы тоже можете ее там в телеграм-канале скачать. 400 страниц, просто сейчас она еще переводится на Крыс. Потому что база, конечно, она для местных сообществ, региональных наших и так далее. Поэтому Крыс будет основной этой публикацией, но пока она на русском. Были какие-то вопросы? Спасибо большое за вашу лекцию. Вас можно слушать и слушать. Я хотела такой вопрос задать. Говорят, что если высаживать деревья при горах, то это усилит появление осадков на горах. И тем самым будут увеличиваться осадки. И не будет меньше засухи, потому что реки будут пополняться. И сколько, не знаю, сколько по площади, может быть, или по количеству деревьев нужно сажать при горах, чтобы как-то значительно улучшить ситуацию с таянием ледников? Нет, с таянием ледников. Само таяние ледников мы на это повлиять не можем. Оно вон там. Оно зависит от температуры воздуха, который приходит с далека, либо от наличия жидких осадков. Дождь очень влияет на ледник сильно. А что касается микроклимат, известно, что если вокруг обсажено деревьями, если эта вода аккумулируется в почве, это совсем другое дело, чем она сразу стекает. Сколько? Ну вот лесополоса защитная для сельскохозяйственных угодий или около реки. Ну вот как минимум такой ширины. Как минимум, а лучше больше, раза в два. Ну и, конечно, вот в России больше сейчас проблема, это не то, сколько сажать, сажать с умом, а не посадить так, как это, так сказать. Да, вот скажем, есть анекдотичные вещи, когда люди хотели, конечно, как лучше, а получилось как всегда. Вот Русал из самых добрых побуждений выделил большое количество денег на лесное хозяйство юга Красноярского края с тем, чтобы они на месте вырубок посадили саженцы, которые бы хорошо росли. Садили павловные. Да, да, да. Посадили, честно, их честно посадили сосенки. Да, он же лесхоз, да, он же понимает, через 80 лет эти сосенки будут срублены и пойдут на доски там, на все, прекрасные сосенки. Но с точки зрения климата это вид абсурда, потому что уже на этом месте была очень неплохая поросль лиственных культур, так? То есть и так бы она росла и поглощала несоизмеримо больше, чем эти хилые сосенки. Вот так. То есть, да, помогли лесхозу заботиться о будущем через 80 лет, но климатические эффекты отрицательны. Я хотел бы добавить тоже, как раз в Подмосковье находился. И вот что вы сказали, посадили именно, вырубили поросль всю, вырубили поросль, от караеда убирали лес в Подмосковье, под Зеленоградом. Да, да, да. И вырубили, и в конечном итоге посадили сосенки, они все засохли. Естественно, зачем сосенки? Понимаете, вот и все. А поросль бы, она поднялась бы и все было бы нормально. Ну да, и сажайте, вон, липа, она даже в Москве, в центре Москвы выживает невообразимым образом. Жуткое загрязнение воздуха, она жива. Насчет липы. У нас в Чулпанате один из мэров, он решил проявить как бы инициативу и посадил липы. Пока он был мэром, то школьников просили поливать их, как бы за ними ухаживали. Сейчас все засохли, к сожалению. У меня вопрос больше про растения. Если вот сейчас новомодная вот эта Павломния, вот, она действительно ли иссушает почву? Не знаю. А, это не к вам. Давайте я за пределы физики атмосферы океана, либо переговор. Хорошо. Выходить все-таки не буду, я их не знаю. Насчет микроклимата, который создается путем как бы создания вот водоем, лес, если создать много-много таких микроклиматов, ну вот, допустим, каждый в своем домашнем хозяйстве создаст такой микроклимат. Это адаптация или это все-таки перекраивание климата? Ну, это и то, и то. Потому что, в общем, это, конечно, адаптация прежде всего, да. Но поскольку больше насаждений, это же поглощение, они же растут. Конечно, они растут не вечно, это тоже говорится иногда. Но если мы хотим идти к углеродной нейтральности, грубо говоря, там, к 80-му году, да, до 80-го, надо сажать то, что до 80-го уже будет точно расти, и даже больше. И даст мировой энергетике еще передышку, еще лет там 50. Ну, а там будет видно, что будет. Тут сложно. Когда я учился на физфаке МГУ, мы были твердо уверены, будущее только за термоядерной энергетикой. Ну, увы. Спасибо. Спасибо. Средина 70-х. Алёна, потом отталит, да? Хорошо. Да. Благодарю. Алексей Олегович, спасибо большое за лекцию. Очень интересно слушать. У меня такой вопрос. Значит, вы говорили о том, что СМИ, бывает, что пугают свою аудиторию. И здесь вы даете некоторые рекомендации в конце с таким позитивным посылом, что все получится. И очень интересно послушать вот из вашей многолетней практики. Помните ли вы, какие крючки, какие триггеры у людей, может быть, присутствуют в сознании, что люди начинают раскрываться этой теме? Люди начинают говорить, да, мы вот имели какое-то скептическое мнение на этот счет, но стали более открытыми благодаря каким-то конкретным, ну, если угодно, практикам или моделям донесения информации. Спасибо. Спасибо. Ну, пожалуй, когда, то есть, универсальный, так сказать, два аспекта. Во-первых, скептика надо, так сказать, не пытаться ломать через колено, это тем более не получится, ни в коем случае. А войти в его положение. Говорит, знаете, я тоже не вижу, не могу увидеть вообще, потому что это вот это, 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 это. И никогда не увидим, потому что это доступно только ученым. Второе слово наука, и что давайте все-таки отделим физику атмосферы от океана, хотя от экономики тоже, от экономики тоже. Мы об этом не говорим, давайте мы вот на этом остановимся. Давайте мы отделим политические крики или экономические интересы от того физика. То есть атмосфера и океан ведь этого не знают, они сами реагируют на то, что делают. Ну, наверное, как-то вот так. То есть, как бы доброжелательное отношение, мы не противники, мы вместе пытаемся разобраться. Так, ну и, конечно, еще момент, что нет, ну давайте мы все-таки трезво признаем, что полтора градуса это для нас не катастрофа, хотя снимем шляпу и выпьем за упокой Мальдивских островов, да, потому что да, это так, вот это так и все. То есть, и даже вот это Тунберг, кое там спекуляции купленное, все, но она просто своим языком излагает, что да, все крупные страны, развитые страны своим эгоизмом кидают, как дети говорят, под танк, там сотню там малых стран тех и тех. Не хотят действовать не экономически оптимально, для себя где-то экономически не оптимально, чтобы помочь более слабым странам. Ну, как-то так. Здравствуйте, меня зовут Джилдыс, я вас хотела спросить, я хотела вас спросить один вопрос, вот сейчас такая тенденция идет, что экономика у нас отдельно как бы развивается. Развитие экономики, часто вот бизнес, да, не прислушивается к рекомендациям вот этих экологов о том, что нельзя, допустим, делать то, то и то, но они делают несмотря на предупреждение. Как в мировой практике вот происходят взаимоотношения, есть ли законы, регулирующие деятельность бизнеса и экологов, вот взаимоотношения, должны ли они прислушиваться законы, если как обстоит дело в Кыргызстане? Очень сильно зависит от страны, очень сильно зависит от страны, очень сильно зависит от то, как устроена ее власть и кто у этой власти. А вообще мировой, международный опыт, общие законы есть? Вы знаете, есть скорее, это, наверное, не закон, а это, то есть бизнес что? Ничего личного против экологов, но максимальная прибыль. В чем прибыль? Продать. Соответственно, если он продает что-то промежуточное, скажем, алюминий в чушках, да, на него мало что влияет, хотя смотря куда он продает, продает в Китай, неважно, как он производил алюминий, продает, скажем, в Европу, так, там за этим следят, а что за, как это, на угольной энергетике или на чем? Если компания делает тот или иной конечный продукт, так, то тут призывы и реальная практика не покупать ее продукцию, это нож острый, это уже очень плохо, так, поэтому те, кто обычно производит конечную продукцию для тех, где голос общественности или экологов может как-то повлиять на спрос на их продукцию, так, а особенно продвинуть конкурентов, а не их, да, те, кто производит то же самое, но утверждают, что это зеленее, лучше, поэтому это вкуснее. Вот так это работает по всему миру. Выбросы угли в СО2, ну как определить? Это же не алюминий, я сейчас имею на выбросы. Понимаете, львиная доля выбросов СО2, это использование топлива, а это статистика, любая компания обязана статистику подавать в статистическое агентство. Дальше понимаем, вот если произведено сток угля, нефтепродуктов, газа добыто, понятно, их даже если украли, но все равно же их сожгли, правильно? То есть даже если взять общий объем, вот понятно, хотя бы так. Ну а дальше уже по компаниям, по всему, то есть сильно подкрутить сложно. Вот один ребенок обходится, да, вот статистика говорит, вот подгузники, да, сколько выбросов СО2, чтобы приготовить эти подгузники, а люди об этом не задумываются, а сколько вот ваших планет заражает этим СО2, и я не знаю, так или подгузники покупать, или думать о выбросах, как будет? Ну знаете, где-то должна быть золотая середина, и потом почти в любой, как бы, стране, местности есть что-то такое, что в любом случае нужно. Вот в России это больше всего, страна, в общем, холодная, энергосбережение, энергоэффективность, это то, что может дать больше всего. Это тоже больше всего. Ну, тут просто надо уже считать, как что. Здравствуйте, Алексей Олегович, еще раз. У меня вопрос насчет водной системы. Еще в недавних СМИ в конце 22-го года были оглашены о том, что Афганистан строит гидротехнический канал на трансграничной реке Амудари. И мне хотелось бы узнать перспективы этого канала, узнать будущее этого канала, и как это влияет на другие страны в Центральной Азии, в частности, для Афганистана. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Ну, вопрос, наверное, такой более глобальный. Вот, смотрите, сейчас население растет, и когда будет точка критическое перенаселение? То есть вы можете назвать такую цифру, когда уже пора бы будет остановиться, плодиться, да? То есть это будет катастрофически все-таки для Земли? Ну, есть какая-то такая вот общая цифра? Это, конечно, не мои подсчеты, но есть ООНовские доклады и демографические доклады о демографическом росте. Предполагается, что где-то на уровне 10 миллионов, а сейчас у нас миллиардов, остановится рост. Будет ли он дальше идти вниз, довольно спорно, потому что, ну, тут там соответствующие... Это же не прямое изменение, это некая экстраполяция, вот как будет в Китае, сколько детей, сколько более разве, какие страны будут более разве... То есть тут две тенденции. С одной стороны, изменение рождаемости, с другой стороны, изменение заболеваемости. В Африке ведь не стали больше рожать, стали меньше умирать, прежде всего младенцы. Вот так, извините. То есть в целом, кардинальное уменьшение младенческой смерти, смертности, несколько подтолкнуло рост населения. Ну, это, наверное, всем очевидно, да? Это, вот посмотрите, доклад ООН о народонаселении. Там как раз последние тренды, то, о чем говорил Алексей Олегович, они описываются, и как раз они там интересные графики дают про поколение Z, про поколение Альфа, которое идет за Z, и вот эти вот тренды, и, так сказать, вот это вот, ну, интересно. И один из последних докладов ООН о человеческом развитии тоже, вот предыдущий был Антропоцент 2021 год, а теперь я вот не очень помню, но они там тоже об этом говорят, и это тоже, ну, как бы, очень интересно. Если для статьи, прямо оттуда можно брать какие-то, ну, как бы, цитаты, еще что-то. Я попробую задать вопрос, по адресу или нет. Как мусорные свалки могут влиять на окружающую среду, например, ну, на Бишкек и в целом на климат? Ну, на Бишкек, конечно, не скажу, поскольку не знаю мусорных их состояния, да. Значит, на климат у метана, метан, грубо говоря, несколько меньше 20% антропогенного усиления парникового эффекта. Там львиная доля СО2, есть еще некоторые газы и метан. Разделяется это на три с половиной части. Это из угольных шахт и операций с газом. Это внутренняя ферментация высокопродуктивного молочного скота, не мясного, а молочного скота. И третье, это теперь мусорные свалки. И четвертое, рисовые поля. В прошлом рисовые поля были главные, которые заливаются водой. Ну, там гниение происходит, кислорода не хватает, поэтому идет метан, а не СО2. Ну, как в болотах часто, да. Так вот, соответственно, если мы поделим, грубо говоря, там 18% на 3,5%, мы получим, что нам дает операции с отходами. Правда, это и свалки, и всякие промышленные стоки, то есть жидкие отходы и то, и то. Ну, то есть это источник довольно быстрорастущий, так, он, в общем-то, не такой уж и маленький, так, то есть мы получим процентов 5 общего эффекта, да. Ну, вот так. Ну, конечно, если свалка просто разбросан мусор на огромной территории, и он гниет или засыхает на солнце, то потока метана нет, да. Либо он гниет до СО2, так. То есть это свалка, закрытая землей, укатанная, где там кислорода не хватает, образуется метан. Есть даже проекты в тех странах реализованные, там, трубы, трубы и метан, и, пожалуйста, даже в России есть такие примеры. То есть что делать, вполне понятно, равно как и всякие иловые стоки тоже нужно либо, если это открытое, то пусть уж тогда это все разлагается, грубо говоря, перемешиванием. С перемешиванием тогда СО2 пойдет, ну, кислорода будет хватать, да. Либо уж это, если закрытое чего-то, то оттуда просто можно метан забирать. Вот. Там вполне нормальный метан. Причем концентрации, в отличие от ульшак, большие. А метан же взрывоопасный, да. Но он и концентрации в воздухе от 5 до 25%. Если у вас там метана половина, это все не взрывоопасно. Ага, и лично. Ну, с продолжением вопроса, Даним, много лет вот мусорная свалка, она сгорела возле Бишкека. Вот недавно заявили то, что мэрия Старицы, что полностью потушили дым, который оттуда исходит. Насколько я знаю, вот многие экологи говорили, что невозможно метан погасить, дым будет постоянно. Как вы думаете, на самом деле можно верить мэрии Старицы, что они погасили этот метан, сейчас нету как бы этого дыма, который покрывал Бишкеки окружности, или все-таки он снова вспыхнет? Ну, понимаете, это как торфяник, да. Там что-то способно не гореть, а тлеть. Очень много, чуть ли не лет, да. Если это залито водой, все, обводнено, так, то все, оно уже тление прекращается. Пока не залито водой, может и торт тлеть, и даже мусор тлеть, если такой состав. Да, то есть это надо залить до, так сказать, вот, как обводнение торфяников, когда-то осушенных, так и тут. Еще один последний вопрос по поводу смога. То есть метан все равно пойдет, но не будет главного, смог, да гораздо хуже для здоровья. Значит, смог, вот у нас говорили, что в этой зимой один день только был такой чистый воздух, остальные как бы загрязненные дни были. Здесь говорят, что основная причина в Бишкеке образования смога – это вот то, что жгут уголь. Частный сектор, про транспорт говорят, про теплоэлектроцентраль говорят. Вот, как климатолога, какие вы можете дать советы, чтобы Бишкек не был, ну, хотя бы поменьше было смога? Помните, в литературе лондонский смог, а сейчас смога нет. И думали это потому, что у них туманный альбион и такой климат. Нет, они жгли уголь без каких-то, без очистки от двуоксисеры, да. Образовывался сернистый аэрозоль, мельчайшие кабельки. Там дело не в серии, а то, что когда сернистые, капелька с грубой серной кислотой, да, а поверхственное натяжение воды очень маленькое, и капелька мельчайшая-мельчайшая, она взвешена в воздухе, да. А если бы это не было, чистая капля воды не может быть такой величины, она больше всегда, она выпадает в виде дождя. Так вот, люди этим дышали и умирали, или у них были повреждены легкие, туберкулезная палочка попадала на эти легкие, ослабленные, и аут, да. Вот, ну, не жечь уголь, не жечь уголь. Ну, это опять же альтернатива. Да, не жечь уголь. Сейчас разрабатываются в виде тепловых насосов там или еще чего-то, да, или там газа. Электроэнергии. Не жечь уголь, чтобы эту проблему в ближайшее время не решить. Как вы не жечь уголь? Нет, либо жечь каких-то крупных, грубо говоря, с очистными сражениями, влажностный, скрубер, чтобы это выхлопные, ой, гос, отходящие газы проходили там, грубо говоря, через жидкость пробулькивались. Это все гораздо дороже, конечно, но, то есть, есть же угольные станции, и не только в Японии, где там почти ничего, ну, пар выходит, естественно. Пар, да. Да, это дороже, безусловно. Но да, тогда там можно рядом дышать. Но вот китайцы, когда у них такая же ситуация была, да, и вокруг Пекина, и прочее, прочее, они решили, что нет, им выгоднее уходить от угля, да, а чем строить вот такие угольные станции. Там, я уверен, все, что просчитано. Если хотите, расскажу как раз конкретный опыт окрестности Пекина. Пекина, это где-то был где-то 2005 год или 2006. Пекин? Пекин. Да? Ну, в качестве развлечения уже, да. Да, хотим. То есть, в тот момент я был аж в целой официальной делегации России, Минэкономики с флагами, там, приехали в Пекин. Ну, там были разговоры о сотрудничестве климатическом. Надо сказать, оно более-менее, во всяком случае, договариваться удавалось, да. Но нас повезли на экскурсию, на экскурсию показать. Вот в пригородах Пекина мы теперь запрещаем сжечь уголь домохозяйством. Мы спрашиваем, а как же вот промышленные предприятия? Нет, по промышленным предприятиям мы вводим систему квотирования, потому что нельзя промышленному предприятию мгновенно прекратить. Оно разорится, мы не можем подорвать экономику. Поэтому мы выдаем каждому директиву, как снижать, даем квоту, сколько можно выбрасывать, и он должен понимать, если он за 5 лет не перестроится, или за 10, то, ну, все, он вынужден будет. А пока, чтобы не платить штрафы, вот есть квоты. А сквер-квоты, если кто-то опередил, быстрее уж ходит от угля, он эту квоту может купить, ну, едини. Это торговля квотами, да. Это не совсем, ну, отчасти торговля здоровьем населения, но тем не менее, это бизнес, бизнес надо беречь, дать ему механизм гибкости. А население тоже надо беречь, но население палкой по голове, бумс, запрещено с такого-то момента использование угля. Но они подготовились. Во-первых, они подвели электричество помощней. Во-вторых, они каждому домохозяйству вокруг Пекина, потому что вот Пекин, потрясающие там небоскребы, и все, а вокруг такая вот полоса одноэтажных домиков. Не самых бедных уже, кстати, да. Там море их, да. А оттуда как, оттуда все стекается, естественно, да. Они выдается как бы кредит. Плита электрическая, обогреватель, и даже несколько обогревателей, в зависимости от размера там семьи дома, и что-то еще там, да. Более того, плита сделана так, что в ней есть специальная дырка, куда ставится вот этот вог, чтобы готовить. Более того, для китаянок организованы курсы, курсы с демонстрацией, как приготовить традиционную китайскую еду на электрической этой штуке. И домохозяйство получает это бесплатно, но как бы не в собственность, бесплатно. Дальше. Если находится на участке хотя бы кусок угля, хотя бы кусок, он его не сжег, он у него есть. А там же раньше как? Два кирпича, уголь подожгли, на это казан и вперед, да. То гигантский штраф. Если второй раз, то заставляют платить, то есть так тебе бесплатно, обогреватели и вот эта вот плита, так. Еще что-то там электрическое, я просто не помню, но главное вот это. А, там что-то утепление окон, двери, там вот это вот, да, да. То ты за это должен платить. У тебя это бесплатный кредит превращается в платный. Третий случай уголовное наказание. Ужасающе. Да, то есть очень серьезно, то есть бизнес мы бережем, для него торговля квотами, углеродные единицы и прочее. А население вот приказали, сделали. И мы ходили, нам показывали, как все стоит, как чего, как готовят. Вот так. В Германии тоже вот живут родственники, проверяют даже печи, что они сжигают, какой анализ делают даже. Если что-то они сожгли, то есть тоже штрафная система, потому что по-другому не понимают. Ну, это, наверное, не очень сильно. Конечно, зависит от национальных традиций. Да, ну, в Китае сказали, что у нас народ очень исполнительный, но тогда, когда он понимает, что наказание может быть просто непропорционально провинности. У нас пока материалы жгут. В частном секторе. Но нужно дать, они же сделали сети, они же подвели, они сделали относительно невысокий предсказуемый тариф. Вот, скажем, в Вологде, в Вологодской области, я плачу за электричество столько, а если бы была электроплита, я бы платил меньше. Подведен газ, я плачу больше, потому что электроплита, она потребитель электроэнергии сильной. То есть должен быть гибкий тариф. То есть и в зависимости от того, какая у меня плита, и в зависимости от того, какое время дня. Ну, потому что станции лучше работать в определенной нагрузке и прочее. Это все знаем, да, так сказать, чтобы было все. Гибкость, да, и так, и так. И еще, если газ подведен, я могу купить электроплиту, но мне это не засчитается. Тебе дали газ. Используй газ. У меня тариф все равно будет, как электрический. Да, если я сельский житель, вот где у меня сельский дом, да, там у меня сельский тариф. Он еще ниже. Для горожанина выше. Ну, потому что как-то все-таки уровень доходов разный. Ночной, дневной. И ночной, дневной, и такой, и такой, да. Спасибо. Ну, я не вижу пока еще вопросов. Я хотела единственное сказать, что у вас есть на столах QR-коды. Вот, если вы пройдете по этому QR-коду, вы можете там скачать электронную версию того, что сейчас было, да, потому что, если что, вы можете брать оттуда какие-то цитаты, но обязательно со ссылкой на... Да, и мои координаты, наверное, есть. А я сейчас... Сейчас мне не попросу открыть. Да, или открой, или... Да, открыть вот конец презентации про голоса и... А, про артикон. Про артикон, конец презентации. Да, 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 откройте. Я не знаю, где она была. Ну, да, да, да. Или могу... Мне удобнее всего, конечно, электронная почта. То есть там WhatsApp, это все хорошо, Telegram, но почта удобнее для глаз хотя бы, да. Вот, почта простая. Фамилия, имя, фамилия, инициалы, без точек, в одно слово. Кокоин, А, О. Так? Собака, Gmail.com. Все. Кокоин, А, О. Фамилия, инициалы, в одно слово, без точек, без пробелов. Собака, Gmail.com. А телефон сейчас Михаил выведет. Сайт презентации, которая была... Артикон. Не по голоса, а по... Он есть? Она здесь есть, да? Да, она здесь есть. Так, тогда, наверное, пока все. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.